И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Вам зашел пробный видеоролик, посвященный обзору позиций, да, какой-то поучительный видос у нас там получился с защитой на викафрезе. Сегодня мы продолжаем. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, спасибо за вашу активность. Всем, кому нравятся вообще подобного рода видосы, мне было бы очень приятно, если бы вы их поддержали, да. Будет хорошая активность, будем продолжать записывать их. Сегодня я бы хотел записать видос по вашим просьбам об атаке. Для этого я выбрал вооружение в виде вика-твинца. Викинг возьмем утяжеленный. Ну и что касаемо дрона, тут все по дефолту, это защитник, по резисту у нас тоже двадцатка. Поиграем в захвате флага, я думаю, что это будет два боечка. По ходу этих боев попытаюсь максимально четко разложить вообще ситуацию о том, что в моей голове происходит тогда, когда вообще мы играем в атаке. Карта, конечно, которая нас запикивает, это Вольфенштейн. Это не самая удачная и приятная карта, но... Из азов, что вам нужно, друзья, знать об атаке? Кажется, все очень просто. Вы просто едете вперед и там пытаетесь как-то увозить флаг. Но для атакера очень важно находить правильный тайминг, находить правильную возможность для увоза, возможно, где-то выжидать, где-то рассчитывать на помощь своих тиммейтов. И только с помощью них и выбора правильной грамотной траектории вы можете увозить флаг. Например, сейчас для подхода в матчмейкинге я взял викинга тяжелого. И это неспроста. Конечно же, если бы я сейчас находился бы на простом бы викинге и в том моменте, когда бы заезжал на вражескую базу и увидел бы там Титана, скорее всего, я бы ничего не сделал бы и даже не смог бы его столкнуть. Но так как находился я сейчас на викинге тяжелом, как я уже сказал, у меня получилось его столкнуть и практически увести флажочек. Если бы была либо встреча, либо у меня было бы чуть больше хп, то все бы это дело бы получилось. Поэтому, друзья, первое о чем вам нужно вообще думать, когда вы играете в атаке, это о том, как грамотно зайти в нее. Как обмануть противника, как обмануть того человека, который стоит, например, крайним в дефе. Я все это дело говорю, конечно же, про матчмейкинг. Не акцентирую сейчас внимание на какие-то киберспортивные возможности и турниры. И вот сейчас, например, даже заходя справа, я отлично понимал, что на меня смотрит как минимум один противник. Но здесь уже нужно было просто немножко с агрессией сыграть. Можно было бы, конечно, выждать где-то тайминг. Например, с расстояния попытаться слить противника, если бы он находился на ближнебойной пушке и затем попытаться уже дернуть флаг. Но здесь было все довольно просто. Ну и в матчмейкинге, понятное дело, что не так жестко виден ваш правильный, наверное, подход по игре. Плюс и не на всех картах вообще получается сделать. Но попробуем все-таки довести до ума данную катку. Остается у нас 5 минут до конца. Очень грамотно также, друзья, можно пользоваться минами. Если вы играете в атаке, например, мимо себя пропуская противника, который акцентирует внимание на вас. Соответственно, кидая миночку, чаще всего он на ней подрывается. Если он особо не следит за тем, как она была поставлена, то вы ее как бы и реализуете. Здесь пока, конечно, ничего хорошего у меня не получается за счет того, что противник уже в 3, 4, даже 5, 6 танков находится в дефе. Но я думаю, что это даже не проблема. Даже такое большое количество противников. Все-таки я понимаю, что у меня совсем скоро накопится овердрайв. И тогда у меня будет вообще шанс реализации его и попытка увоза. Ну и Вольфенштейн это одна из немногих карт, где дефить довольно-таки просто свой флажочек. Поэтому все еще тяжелее для меня будет с увозом. И тот увоз, который мне получилось сделать в начале, считаю, это было уже практически 90% успеха. Такого может больше и не быть в этой катке. Но мы, конечно, постараемся. Сейчас у меня хп, конечно, мало. Нет смысла набражать овердрайвы. Поэтому я думаю, что в таких ситуациях на турнирах я бы чаще всего бы, наверное, даже бы уходил бы на делит. Но здесь можно просто быстро доехать до вражеского противника, который вас сольет. Времени не так много. Овердрайв у меня есть. Главная задача прямо сейчас для меня это зайти с левого фланга, я так думаю, и попытаться прожать грамотный овердрайв. Но прожимать овердрайв я могу только в том случае, если я захожу на базу противника при фулл здоровье. Там я мог реализовать еще аптечку и нанести как можно больше урона по противнику. Но сейчас в очередной раз у меня этого не получается сделать. Целых три танка сфокусированы сейчас на своем левом фланге. Это значит, что мне нужно уже менять траекторию. Мне нужно уже попробовать заходить справа, раскачать немножко деф и надеяться на то, что будут тиммейты, которые мне также помогут зайти в атаку. Я вижу, что противники уже начинают минировать базу. Это значит, что правый подъем сейчас уже находится где-то в пяти, может быть, даже больше минах. И желательно было бы, наверное, слить бы этого титана Твинца, который уже очень сильно открывается на меня. У него хп остается мало, его сливают и, соответственно, появляется микро шанс на увоз. Заход на базу, но мин реально там было много. И плюс титан прожимает свой купол, а это викинг, который купол никаким образом не пробивает. Целых семь игроков сейчас находятся в дефе, у меня в очередной раз не получается ничего здесь делать. Я продолжаю, продолжаю ехать атаку. Сейчас попробую раскачать немножко с другого фланга. И это всегда нужно пробовать для атакеров, которые, например, встречаются с такой ситуацией, когда противник реально жестко дефит. Да, и заходить с одной и той же позиции, это чересчур глупо. Нужно постоянно пытаться это делать с разных флангов. И хотя бы разминировать мины, да, либо прочувствовать ту свободную зону, через которую вы сможете сделать атаку. Сейчас я заходом разминировал порядка четырех-пяти мин. Это значит, что через тот подъем я уже сейчас полноценно смогу зайти. Единственная проблема, с которой я смогу столкнуться, это то, что там кто-то прожмет купол, либо хантер прожмет овердрайв, и меня застопит. И такой хантер, к слову, уже имеется. Там и титан имеется, и хантер, да. Ну, как бы я, можно так сказать, накаркал. И 1 минута 40 секунд. Очень жесткий деф от противника, и пока в атаке у меня ничего сверх жесткого не получается. Но я не буду отчаиваться. Все-таки, если уж вы атакер, то вы должны до конца настаивать на своем, и максимально хламнокровно подходить к каждой атаке, и пытаться настаивать на своей позиции, и пытаться доводить ее до ума. Вы понимаете, что за весь бой я не прожал до сих пор ни одного овердрайва, но, может быть, и где-то можно было бы его прожать. Но если я уж сконцентрировал на увозе, то там не было ни одного момента, где я мог зайти под увоз вражеского флага. Соответственно, именно сейчас можно было бы прожать овер, но в очередной раз противник прожимает купол, отправляет себя на респ, и все начинается заново. Сейчас это карта, которую, возможно, стоило бы перепикнуть, и не стоило вообще брать во внимание, но так как я записываю игровые видосы и подобного рода видосы с первого раза, и показываю ту самую картину, которая происходит в боях, то я не вижу смысла перепикивать, либо вообще убирать эту катку. Пусть будет такая каточка, и на фоне нее мы скатаем второй бой, там где уже, я надеюсь, что не будет никакого Вольфенштейна, а будет обычная, полноценная, адекватная, нормальная карта, где можно было бы показать все это дело в атаке, и на таком же замечательном вооружении. 15 секунд до конца свидетельствует о том, что я уже слил эту катку, ну, для меня нищая равно слив, и это плохо, это плохо, что я не нашел ключики, и иногда такое случается, когда противник, ну, реально, откровенно говоря, дефит, а у вас нету тиммейтов, которые вам бы могли бы помочь. Но не стоит отчаиваться, безусловно, вообще, и такое встречается довольно часто, я сейчас быстро обновлюсь, потому что у меня там, где-то ошибочка. Такое встречается часто, когда противник дефит, при том даже в турнирах, да, в таких, ну, можно как пример примести, в турнирах как сетапы, я сам видел много коллективов, которые довольно плотно прижимали к дефу, и атакерам в тот самый момент было очень тяжело реализовать любой момент на атаке, чтобы вообще попытаться хотя бы дернуть флажочек. И здесь, я уже повторюсь, нужно, главное, сохранять как можно больше спокойствия, хладнокровия, и за счет этого вместе со своими тиммейтами находить нужные зоны для атаки, и там уже их пытаться как-то развивать. Также немаловажный фактор для любого атакера, если вы заходите, например, на вражескую базу 1, да, либо у вас там несколько, вы видите, что вы не сможете дернуть флажочек, и там противников не такое большое количество, главная задача в данный момент, в тот именно самый момент, да, будет так, наверное, даже правильнее, это раздамажить противника и оставить его не на таком большом количестве здоровья, дабы в дальнейшем, уже в следующем, возможно, заходе, либо через один заход, когда у противника уже не будет аптечки, не будет большого количества здоровья, просто взять и дернуть флаг. Либо же, можно также поймать, например, противника на кулдауне брони, вы увидите, когда броня прожмется, соответственно, отсчитаете определенное количество секунд, сейчас у нас броня работает, например, 30 сек, вы там через 20 секунд будете понимать, ага, у него сейчас будет уже совсем скоро кулдаун, и вы уже сможете подстроиться, зайти в атаку, и примерно в тот самый тайминг, когда вы будете в нее заходить, у противника уже не будет расход, и вы его благополучно намного быстрее сольете. Выпадает у нас, пока я говорил, очередная, не самая удачная карта для данного сочетания, да и вообще для обзора атаки, это стадион, но даже тут попытаемся что-то реализовать, при том, что я играю на твинсе не на дальность, а на устройстве, которое отключает сплэш урон, и отключает само урон, мы уже повели 1-0, там был довольно легкий флаг, без особых проблем я его доставил, но сейчас противник уже может камбэкнуть, бомбочка есть от наших тиммейтов, у меня есть овер, который надо реализовать вообще, если честно, давайте попробуем, может получится, да, офигенно получилось, супер, великолепно, замечательно, у меня получилось реализовать овердрайф, а теперь можно попытаться еще и доставить флажочек, если я солью данного викинга-твинца, который попытается увести флажочек, но нет, все-таки не получилось мне этого сделать, противник может еще и доставить. Главный момент, который мне не нравится в матчмейкинге, в захвате флага на последнее время, это то, что очень большое количество игроков дефит, либо стоит на каких-то позициях и не вообще помогает атакерам. Это очень плохо, да, и поэтому многие также начинают стоять на месте, вместо того, чтобы увозить флаги, дабы зарабатывать опыт, потому что бывает, что даже атакеры, как вот я, например, сейчас играл на Больфенштейне, которые не могут увести флаг, не занимают лидирующие позиции, за счет того, что их уничтожают постоянно, и они не могут заработать тот самый опыт, потому что его, по сути, можно заработать только при уничтожении противника и при доставке флагов. Поэтому атакерам даже в матчмейкинге в последнее время на многих картах, которые не являются супер увозящими и простыми, приходится очень тяжело. Но сейчас делаем возврат и надеемся на то, что наш тиммейт ставит. Хорошо. Все получается, 4 минуты до конца. Я думаю, что мы сыграем еще один бой. Все-таки я надеюсь на то, что нам дропнет наконец-то какой-нибудь, ну, хотя бы редайлер там, либо, я не знаю, ну, что-то хорошее, да, где можно полноценно сказать какие-то определенные вещи и показать вообще что-то интересное. Потому что на таких картах я даже не знаю, что я могу показать. Здесь все очень просто, без особых каких-то новоротов, да. Кто-то стоит кемпере, ты пытаешься ехать вперед. На подборе, если сыграешь грамотно, тебе где-то чуть-чуть, может быть, повезет. Здесь даже, как бы, выбор этой траектории никакой особо не надо. Ты играешь в абсолютный дефолт. Взял флаг, ты знаешь, что на параллельном, на параллельной, можно так сказать, трибуне, ну, либо на параллельных воротах, да, кому как удобней, находится вражеская доставка, ну, либо вообще доставка, и просто ты должен любым путем до туда доехать. Но тут уже очень много факторов разных решает. Либо там, может, кто-то по тебе сводится, либо еще что-то. В общем и целом, рандома в таких моментах очень много на таких картах, поэтому я даже не знаю, что здесь говорить. Вот здесь хороший овер, конечно, я прожал, сумел поймать неплохой тайминг. Атака это всегда тайминг, это всегда ваше прочтение ситуации. Вы чем грамотнее заходите и читаете ее, да, например, вы видите дефера, который стоит четко на флаге, вам его нужно максимально эффективно и быстро обмануть, подобрать флаг и просто увезти его, да, то есть на стадионе редко, когда кто-то стоит на флаге, соответственно, вам обманывать некого. Вам просто надо взять флажочек, посмотреть, например, на вражеские трибуны и попытаться сделать так, чтобы пока вы везете флажочек, вам нанесли как можно меньше урона, да. И зачастую вы можете, например, посмотреть, что там, например, какой-нибудь шафтецкий ушел на респ, вы понимаете, что он еще не успеет свестись и вам надо просто быстро-быстро-быстро делать ноги, ставить и радоваться тому, что у вас команда, которая хотя бы респит вражеских шафтоводов и вы за счет этого ставите флажочек. Остается две минуты до конца, 4-2 мы ведем, попытаемся быстро сейчас закончить и уже перейти к нормальной какой-то адекватной карте, потому что, ну, после Вольф Эйнштейна и стадиона, я надеюсь на то, что у меня не бойня какая-то упадет, упадет что-то нормальное. Минута 40, надо заканчивать, надо заканчивать, потому что тут, ну, все легко, я не знаю, что здесь можно было как бы сконцентрировать, на чем, внимание, здесь нету тех самых игровых моментов. Здесь обычная игра, но у вас, без каких-то дополнительных возможностей, сейчас даже немножко под дефлю, дабы наш тиммейт сумел доставить. А, его следят, к сожалению. Ну ладно, я продолжу дыхать, еще и бомбочку мы не вылепили, да? Ну ладно, ой, тиммейт поставил, молодец. Пикаем последнюю катку. Это, кстати, блин, давно я не катал три каточки. Ну ладно, посмотрим. Дропнет, не дропнет, мне что-то адекватно. Глава, чтобы критов не было. Мосты. Отличная карта. Великолепная карта. Карта, которая очень часто используется вообще, по сути, даже в турнирах. Поэтому пытаемся дергать, пока противника особо в дефе нету, мы делаем обычный простой заход. И делаем ноги, также сокращая дистанцию, отлично понимая, что нет смысла мне вести флажочек наверх, потому что это будет более долгая дистанция. Я потеряю больше времени. Соответственно, и даже моя расходка может уйти на коллдаун, и противник успеет доехать до моей базы. Поэтому, если вы видите, что противник, например, там потерялся немножко, либо только заходит в бой, либо же находится на своем респе, вы должны как можно быстрее продумать более короткую дистанцию, более короткую траекторию увоза своего флага, дабы в дальнейшем вы не столкнулись с неприятностями и с противником, который с респа уже успеет доехать до вашей базы и, например, вернет ваш флаг. Здесь была подобрана довольно-таки короткая траектория, и я сумел все это дело реализовать. Теперь было бы неплохо еще вернуть флажочек, который держал у вас по жигер, и уже уйти, наверное, благополучно на респ, потому что хп у меня нету. Но мои тиммейты могут под меня подстроиться и увести также флажочек. 2-0, хорошо все идет, неплохо двигаемся. С респа любой атакер по возможности, если у него есть хороший респ, может помочь своей базе, помочь своим тиммейтам, ну а дальше уже посмотреть, например, на увозящего и подстраховать его, как и сейчас, например, произошло. Наш тиммейт, к сожалению, ушел на респ, но я успел и помочь на базе, и успел подстраховать его, доставить еще один флажочек. Это очень неплохо. Ну и теперь после доставки, когда мой тиммейт пытается увозить еще один флажочек, можно его тоже встретить в надежде на то, что он скинет флаг. А он скинет его? Скинет. Молодец. Я, к сожалению, его, конечно, отправляю в минус, хотя мог бы, наверное, помочь ему, но если уж человек, играя на хор, на тарельсе, не понимает то, что ему надо просто самому взять и в бачок себе стрельнуть, то это, наверное, не мои проблемы. Так, есть доставка из четвертого флага, все складывается максимально благоприятно. И наш тиммейт увозит еще один флаг. Я, как атакер, попытаюсь его подстраховать. Все-таки это последний флажочек. И даже такой компонент в виде подстраховки своего тиммейта имеет также очень важный фактор, который работает практически везде. Лучше подстраховать тиммейт и доставить 100% флаг, нежели кинуть своего тиммейта, сказав, а это сам поедешь, сам доставишь, возможно, тебе повезет, поедешь на следующий флажочек, твой тиммейт его не поставит, и ты в дальнейшем также не увезешь вражеский флаг. И вместо того, чтобы получить одну полноценную доставку, вы не получите ничего. И зачастую это тоже очень может сильно повлиять на дальнейший исход. Поэтому, друзья, мой вам совет, всегда страхуйте, прикрывайте. И даже если вы практически уверены в том, что будет доставка, но не видите, например, правый фланг от своей базы, когда вы везете на него, и думаете, что, возможно, повезет, и там никого нету, но вы в этом не уверены, лучше подстрахуйте до конца своего тиммейта, доставьте этот флаг, и даже если это будет лишним движением, поверьте мне, скорее всего, если бы вы его не страховали, и он бы все равно бы доставил, все равно вы никакой бы пользы в этот тайминг в атаке бы не сделали. Ну а так, подстраховав своего тиммейта, вы стопроцентно доставили флаг. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, то обязательно не забывайте поддержать его лайком, подписываться на канал, мне будет очень приятно, если вы его оцените, и пишите в комментариях, что бы вы хотели бы видеть следующим. Возможно, какие-то вооружения, возможно, какие-то другие обзоры. Все комментарии читаю. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok